25 декабря 1967 года прямо у Садового кольца в Москве рухнула часть пятиэтажного дома. Взрыв огромной силы уничтожил целый подъезд, погибли 147 человек. Официальной причиной тогда назвали утечку бытового газа, хотя эксперты шептались о немецкой авиабомбе, лежавшей там с войны. Есть версия, что именно после взрыва в доме номер 77 на улице Осипенко в московских новостройках начали устанавливать электрические плиты вместо газовых. Вечером 25 декабря 1967 года жительница второго корпуса дому номер 77 по улице Полины Осипенко, ныне Садовническая, в Москве смотрела телевизор. Неожиданно прогремел взрыв, ее сбросило со стула. «Телевизор подпрыгнул, как будто его кто-то подбросил», вспоминала она. Доски в полу выгнулись вверх. Комод не упал, но развернулся. Надела валенки, чтобы выйти на улицу, тут еще раз тряхнула. Некоторых жильцов отбросило очень далеко. Жутко было. Взрыв уничтожил целый подъезд, а чудом уцелевшие люди оказались на морозе в домашней одежде. Многие из них так до конца своих дней и не поверили в официальную версию ЧП. Генеральный план реконструкции Москвы 1935 года, среди прочего, предусматривал «Расширение магистральных улиц». Многие здания пришлось снести, но некоторые уцелели благодаря переносу вглубь кварталов. Советская власть стремилась продемонстрировать, что для нее не существует ничего невозможного. Перемещением домов занимались специалисты, задействованные при строительстве метро. Во второй половине 1930-х это явление достигло таких масштабов, что поэтесса Агния Барто даже увековечила его в своем стихотворении «Дом переехал», где писала «Дом стоял на этом месте. Он пропал с жильцами вместе. Захотим, и в море синим, в синем небе поплывем. Захотим, и дом подвинем, если нам мешает дом». Всего до Великой Отечественной войны в столице успели подвинуть 23 дома. Сразу несколько старинных зданий переместили на улицы Горького, ныне Тверская, среди них и здания современной мэрии. Летом зловещего 1937-го настал черед жилого дома номер 77 по Садовнической улице. Генплан включал строительство нового моста через Москву-реку, сегодня известен как Большой Краснохолмский мост, который должен был стать частью Садового кольца. Съездом с него, запланированным в проекте, и помешал дом номер 77, точнее, его часть. Сносить совсем новую, заселенную восемью годами ранее пятиэтажку не решились. И под руководством инженера Эммануила Генделя, крупнейшего специалиста по перемещению зданий, реализовали смелую затею даже без выселения людей, а в доме проживали 600 человек. Здание в форме буквы «Г» разрезали на две части, короткую, выходившую на Садовническую улицу, оставили на месте, а вторую, длиной 88 метров, требовалось повернуть на 19 градусов, сдвинуть вглубь двора и поставить на новый фундамент. Ситуацию осложняло то, что стоял дом на заболоченном грунте острова Балчук, который образует Москва-река и водоотводный канал. Кто-то из инженеров даже счел передвижение здания в таких условиях авантюрой и отказался участвовать в проекте. Победила, однако, позиция Генделя. Как писала в июле 1937-го газета «Правда», здание поместили на рельсы и при помощи 28-ми электрических домкратов сдвинули с места, один край, на 53 метра, другой, на 33. Особую гордость Генделя и его помощников вызвало то, что во время перемещения дома водопровод, канализация, газ, электричество, телефоны и радио продолжали работать в обычном режиме. После завершения операции две части дома скрепили шестиэтажной перемычкой, а Садовническую улицу в 1939 году переименовали в честь погибшей летчицы Полины Осипенко. В таком виде дом номер 77 пережил налеты немецкой авиации, смерть Сталина и хрущевскую оттепель. Здесь рождались и умирали, вступали в брак и разводились, ссорились и мирились. Ровно 30 лет после переезда в доме кипела обычная советская жизнь, пока не произошло событие, о котором и сейчас ходит немало легенд. Как отмечала психолог Светлана Пелюгина, семья которой жила в доме номер 77 на улице Осипенко и переехала оттуда ещё до трагедии, квартиры там были многокомнатные, с небольшими кухнями, и в каждой проживала по несколько семей. На её взгляд, эту пятиэтажку можно было назвать предвестницей будущих хрущевок, правда, высота потолков там была не по-хрущевски щедрая. Примерно в половине десятого вечера в той самой пристройке, сооружённой для сцепки двух частей дома, один за другим раздались два мощных взрыва. Сегодня уже сложно сказать, где именно это произошло, то ли в подвале, то ли в одной из квартир. Найти реальных очевидцев трагедии сейчас очень сложно, одна из последних свидетелей, в момент взрыва находившихся дома и своими глазами видевших, что произошло сразу после этого, умерла в прошлом году. По словам очевидцев, линия разрыва дома прошла чуть выше первого этажа. Часть здания развалилась на куски. Погибли в основном те, кто проживал на этажах с третьего по пятый. Судачили, что кого-то выбросило взрывной волной на Большой Краснохолмский мост, и эти люди якобы выжили, не получив серьёзных повреждений. Другая городская легенда гласила, что вылетевший из окна младенец зацепился за ветку дерева и долго плакал, пока не умер от переохлаждения. Впрочем, проверить подобные утверждения вряд ли возможно. Дефицит информации о случившемся, приправленной давностью лет, породил невообразимое число слухов и домыслов. К примеру, геофизик Евгений Барковский всерьёз утверждал, что в зоне катастрофы на несколько мгновений словно исчезла гравитация. По его версии, причиной трагедии послужили процессы в земных недрах, поскольку дом якобы стоял на разломе в геопатогенной зоне. Поговаривали и о взрыве авиационной бомбы, спавшей, под домом со времён бомбардировок Люфтваффе. Если верить этой версии, озвучённый историком транспорта Егоровым, проводивший в подвале осмотр сотрудник газовой службы действительно обнаружил неразорвавшуюся немецкую бомбу и позвал знакомого участкового. Тот, в прошлом сапер, предложил по-тихому извлечь из неё взрывчатку, чтобы было чем глушить рыбу. Официальная версия, впрочем, звучала куда банальнее. Утечка бытового газа из-за проседания грунта и обрыва газовой магистрали. По числу официально признанных жертв 147 это крупнейший взрыв бытового газа в истории СССР. Якобы газовщик, пришедший искать утечку, неосторожно зажег свет или спичку, рассказала местная жительница Ирина. Многие рассказывали о гибели троих детей в семье дворничихи, жившей на нижнем этаже. В домах 40 по 42 у многих лопнули оконные стекла. По её словам, в вечерней Москве напечатали крошечную заметку о взрыве. На месте разрушенного подъезда впоследствии посадили плодовые деревья, в 2000-е их срубили и возвели офисное здание. Москвичка убеждена, что трагедия 55-летней давности должна быть увековечена хотя бы памятной табличкой. Официальную версию о взрыве газа критиковал многолетний директор Музея газового хозяйства Москвы Иван Букреев, в 1967 году работавший в Госгортехнадзоре РСФСР и участвовавший в расследовании причин катастрофы. Тем не менее, именно после этого ЧП был взят курс на сворачивание газификации новостроек, в Москве начали повсеместно устанавливать электрические плиты. И всё же утечка газа ещё не раз становилась причиной мощных взрывов в московских жилых домах. Так, в 1982 году снесло пятиэтажку на улице Маршала Бирюзова, рядом со станцией метро «Октябрьское поле», а в 1991 году взрыв разворотил дом в Старомонетном переулке возле средней школы. В 1993 году улицы Полины Осипенко вернули историческое название, а 13 лет спустя имя советской лётчицы присвоили одному из проектируемых проездов в Хорошевском районе. В 21 веке в одной части дома номер 77 находился Институт повышения квалификации. Государственных служащих, вторая оставалась жилой. Продолжение следует...